Уроки авиационной робототехники появятся в школах Владивостока с сентября 2024 года. По словам главы города, речь идет о возможности не только узнать об управлении беспилотными летательными аппаратами, но и о том, как их конструировать и ремонтировать. Также достигнута договоренность, согласно которой Морской государственный университет имени адмирала Невельского разработает образовательную программу для обучения учителей. Мы предложили коллегам продумать это направление и этим летом мы бы хотели обучить уже первую группу учителей этому блоку, для того, чтобы с сентября мы смогли бы хотя бы в нескольких школах запустить на уроках технологии вот этот большой, важный для Владивостока блок. На дне открытых дверей вуза школьники уже начали изучать первые уроки робототехники. Вот у нас зона безопасности здесь рядом, ими могут управлять вот прям дети. То есть это достаточно захватывает, когда ты движущимся летающим объектом управляешь. А чтобы у тебя дальше возникает интерес, а как им управлять не вручную, чтобы он двигался автоматически, чтобы выполнял все твои команды. У Морского государственного университета имени адмирала Невельского есть необходимый уровень компетенций. Например, создана лаборатория морской беспилотной авиации в рамках программы развития «Приоритет 2030». В ее составе ведущие ученые из разных российских городов, которые занимаются адаптацией беспилотной техники для задач флота. Ну, здесь, на данном стенде представлены разработки нашей команды университета по морской робототехнике. В частности, вот автономная роботизированная лодка и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат. Можно отметить, что с данным аппаратом ребята выступали, как в прошлом году, на международных соревнованиях в Китае, на площадке Харбинского университета, на котором они взяли третье место. Напомним, в семи школах Владивостока с 2022 года также изучают курс подводной робототехники. Его прошли уже более 500 человек. Педагоги учащиеся отмечают большой интерес к таким занятиям. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.